Я всех приветствую! Сегодня 327 выпуск «Трезвый взгляд» с Вильгельмом Аркентином. Также традиционно рекламирую два своих ресурса. «Бастион» — новый выпуск с новыми данными, верхняя ссылка в описании. И «Телеграм» — там каждый день тоже новые интересные данные. Вот, например, о резком росте случаев страхования жизни заявлений. Как-то странно, да, в Америке. Всё это смотрите у меня на моих ресурсах. Это всё в ссылках в описании. Подробно не буду распространяться. Отмечу, что комментируйте выпуски без цензуры — это важно. Сегодня несколько тем интересных, связанных с Чупакаброй, связанных с различными аспектами жизни в военное время. Хотя у нас тут официально войну никто не объявлял. Но мы живём в военное время, и очень серьёзное падение уровня и качества жизни — это мы обсудим. Ну вот, начну с интересной, занятной вещи. Один из телеграм-пабликов англоязычных, он публикует следующую вещь. Официальные данные по всему миру утилизируются и не используются. 158 миллионов доз волшебного зелья. А по факту есть такая фирма Airfinity. Она провела оценку и утверждает, что более миллиарда, там миллиард 100 миллионов доз были выброшены и остались неиспользованы. О чём это? О том, что у правительств стран большие проблемы с реализацией волшебного зелья. Как-то вот перестало заходить оно по всему миру. И начались волнения. Здесь вот утверждается, что 14 миллиардов доз этой жидкости заказано, из них вот уже более миллиарда выброшено. Как на самом деле я не знаю, но это хорошая новость, что много пропадает. Помните, я ещё вам, по-моему, год назад рассказывал, как на аргентинском корабле произошла вспышка Чупакабры среди полностью уколотого персонала и участников этого рейса. То же самое абсолютно произошло в Австралии через год. 118 человек. Обратите внимание на циферки, да? 11-8. По состоянию на 12 июля они были... Вообще часть людей эвакуированы с этого лайнера. Отказались они проходить там карантин. Замечательный. Но так вот он плавает в Сидней, скоро приплывёт. Потом обратно в Бриспен плывёт. Что это такое? Все укололись, все защитились, максимально защитились. Потом бабаха, вспышка. Каждый двадцатый на корабле болел Чупакаброй. Больше, чем в среднем по популяции. Вот, например, во всей Оренбургской области двухмиллионный. Девять случаев Чупакабры. И с середины июня всего один человек смог умереть от КВ. В Оренбургской области двухмиллионный. А вот в австралийском корабле больше сотни обнаружено случаев. Достаточно это забавно наблюдать. Ну, ещё один аргумент в пользу полезности этой защиты. Но только отрицательной эффективности. Теперь немного про электронный концлагерь. Гонконг введёт электронные браслеты, слежения. Чтобы что? Чтобы жители не нарушали карантин по КВ. Да-да. Он новый министр здравоохранения Гонконга. Нам их сложно отличать, но они там тоже меняются. И они там тоже, скорее всего, как Карл Лаутербах и его предшественник. Так же, как Мурашка с Онищенко. Вот примерно такого же пошиба. Всё, они мечтают этих ограничений понаделать. Вот этот вот Лоо Чунгмао объявил, что с 11 июля все пациенты КВ, находящиеся на домашнем карантине, должны будут носить электронные браслеты, чтобы они не смогли покинуть дом. Да-да, журналист один опубликовал в Твиттере расшифровку эту конференцию. Мы никогда, говорит, не можем гарантировать, что каждый отдельный гражданин будет полностью соблюдать правила. Следуя примеру китайской системы, медкодов, которые используют светофорную систему. Ну, зелёное, жёлтое, красное, да? Вот этот вот здравозахоронитель Гонконга, он говорит, что как только красный, то этот браслетик не будет пускать людей в общественные места и так далее. Ну, и вот жёлтый код он иностранным гражданам дают, которые должны обязательно отсидеть карантин. О чём этом? О том, что обычное УРЗ возвели в рамк серьёзной хвори, это очень больно ударило по демографии, люди в неволе размножаются хуже. Глобалисты ликуют, когда одевают на людей браслеты. Так что, как вы только подобные идеи услышите, протестуйте, гражданское неповиновение работает. Мы должны вместе отстоять свою свободу. В Гонконге это сделать уже чуточку сложнее. Вот такая ещё интересная новость. ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне. Это уже известие пишут. Новость появилась давно. Я её уже видел 7 июля. Ну и вот буквально так сказано. Пол не ограничивается только мужчинами и женщинами. Но отчасти возможно это и правда. Но как-то выделять определённые отклонения от нормы и возводить их в ранг прекрасного события в российской системе ценностей, но это точно не проканает. И может стать одним из поводов бегства из всемирной организации, которая пыталась спасти человечество, но не смогла. Человечество опомнилось и не стало спасаться и эвакуироваться на их тонущий корабль. Если бы вы видели вот эти вот новости на немецком языке, как немцам промывают, как это замечательно, что можно поменять пол раз в год. Ну не знаю, я лично сам пол, естественно, никогда менять бы не стал и детям бы, естественно, под страхом потери всех гражданских прав запретил это делать. Почему? Потому что в детском возрасте бывает дурь, которая проходит, а вот операции необратимые, которые делаются в детском возрасте, это уже всерьёзно может покалечить тело и душу юного создания. Поэтому хорошо, что ВОЗ вскрывается. Я считаю, что это правильная, хорошая их позиция. Они должны также топить за всё, что противно русскому человеку. Тогда и доверия к этой информации не будет никакого. Из принципа Арцеулова, принцип мёртвой петли, штурвал от себя и чем хуже, тем лучше для нас, я думаю. Они должны дойти до дна. Дойти до дна. У нас будет, вот я лично за консервативные ценности, это нормально. Это и есть настоящая свобода, когда вы можете себя в стране почувствовать либо мужчиной, либо женщиной. Это отличная тема. Ну вот у них уже официальная дискуссия по поводу многогендерности. Кто рассказывает, что рубль укрепляется, вот вам маленькая диаграммка, что с экономикой происходит. Кинотеатры падение 45% выручки, электроника и бытовая техника сжалась отрасль на треть, 31%. Одежда и обувь 14%. Это говорит о том, что люди в массе своей стали меньше покупать одежду и обувь. Даже автомойками и автосервисами на 10% стало меньше пользоваться. Но спрашивал я у друга своего, хорошие автосервисы работают нормально, без снижения выручки. По крайней мере у нас. Салоны красоты минус 6%. Прихорашиваться стали тоже меньше. 6% это не мало, это много. Отрасль-то должна услуг расти, она падает, она сокращается. Это свидетельство больших проблем в экономике. Это важно понимать. То есть ничего хорошего пока мы не видим с нашей экономикой. Все плохо. Но не критично плохо. Теперь украинская тематика. Несколько вещей, которые я хотел показать. То, что Украине не дают современное вооружение, одна из причин это торговля оружием. Что в Даркнете периодически появляется оружие, поставляемое из западных стран. И его можно купить там и гранатометы, и различное тяжелое такое вооружение достаточно. И я видел продажи дживелинов. Ну и стингеров не помню. Дживелинов точно продавали за 30к. Есть слухи, что продали за 800 тысяч долларов Химорс установку. И что ее сейчас случайно найдут где-то в ангаре при зачистке территории. Ну посмотрим, так это будет или нет. Ну говорят, что установку Сезарь продали. Французскую. И она уже на Уралвагонзаводе. Ну знаете, как говорят, курдаят. Почему-то ее фотографии с завода не показали. Так что возможно это просто утка. Но сам факт, что оружием торгуют, меня не вызывает сомнений. Вопрос только в масштабах и чем торгуют. А так, многие люди, кто говорит по-русски, они осуществляют тихое сопротивление в Украине. Один человек в Ивано-Франковске, солдат ВСУ русскоязычный, возмутился, что меня такси не приезжает в магазин и не обслуживает. Ну так вот ты воюешь за это. Это так вот неправильная реакция была. Я считаю Украине, чтобы победить, надо было наоборот, во время военных действий сделать русский язык вторым официальным в стране, вернуть русский язык в школы. И тогда, и тогда у Украины было бы больше шансов сохранить государственность в том виде, в котором она существовала до начала военных действий. А презирая все русское, отказываясь от всего русского, они будут отталкивать русскоязычное население, которое сейчас стремительно, благодаря нашему карману, они сейчас что сделали? Вчера объявлено там или позавчера, что Путин упрощенный порядок в получении гражданства людьми из Украины. Плохо ли это хорошо? Ну я готов даже платить из этого собственным карманом, да, это плохо, но надо расплачиваться за действия правительства, вот там они делают нищими стариков, выбора нету, надо брать их на пенсионное обеспечение и платить им хотя бы минимальную пенсию, там в 10 тысяч рублей условно. Таких людей будет сотни тысяч, это больно ударит по бюджету, ударит, кстати, по благо состоянию и стариков в России, которые голосуют за путинский режим. Ну и тем не менее, это белые люди, и если уж все русское презирается в Украине в плане языка и культуры, ну значит надо давать гражданство РФ. РФ при всех своих минусах огромных, ну пока что за русский язык не преследует, и это хорошо. Причем это, говорю, претензии не к украинскому народу, а именно к режиму Зеленского, который все это дело устраивает. Что интересно, в СМИ объявили о приговоре к смертной казни двух людей, это Константин Фокс и Никитинка и Николай Фрост. На них есть полные доказательства военных преступлений, как один из них выложил в сеть видео, как он катался по Мариуполю, стрелял по людям. Он, как цитируется, по приколу и для смеха. А Фрост, автор канала «Танцуй и убивай», утверждается, расстреливал пленных морпехов и глумился над телами. Ну если он это делал, я считаю, адекватное наказание по жизнезаключению под стражу без права помилования. Ну, в жизни их лишать не надо, я считаю. Это мое мнение. А у ДНР отменен мораторий, и они, возможно, будут их расстреливать. Такая новость, не знаю, по центральным каналам об этом говорят, нет. Вот об этом вряд ли говорят во всеуслышание. Тут очень интересная тема. В общем, рынок торговли органами разрастается с небывалой скоростью в Украине, отмечается, что есть такой интересный факт, о котором вы, может быть, не задумывались. Сейчас больше всего иностранцев именно в медицинских батальонах. А почему, спрашивают автор поста, легитимный? Как говорят многие мои украинские друзья, кремлевская помойка. Это, кстати, не отменяет факт, что российских солдат не разбирают на органы. Разбирают, я думаю, особенно пленных разбирают на органы. Это, я думаю, факт тоже. Попали, если в Украину и попали в плен, если у вас нужное хорошее здоровье с хорошими органами внутренними, то их изымут на нужды западной цивилизации. Да, это хороший бизнес для них. Медиакиллер пишет, проблема нелегальной торговли органами в Украине набирает обороты, помимо вывоза тяжелых раненых бойцов за границу для лечения, в кавычках, и отсутствия дальнейшей статистики по выжившим от такой помощи. В самой стране начало практиковаться изъятие органов на местах, причем занимаются этими операциями медики под надзором зарубежных инструкторов и врачей, учитывая, что на фронте только по заявлениям властей ежедневно гибнут или получают ранения до тысячи украинских военнослужащих, бизнес на изъятие органов, почек, глаз и так далее, а также их поставки в клиники по всему миру, может быть довольно масштабным явлением. Стоит только вспомнить о ежедневно пополняющихся списках пропавших без вести. Довольно примечательным выглядит старт работы в Украине организации врачей без границ с марта 1922 года. Именно эту организацию подозревали в незаконных операциях по изъятию органов у сербского населения в ходе войны в Косово. Экспрокурор Ганадского трибунала Карл Дель Понте в своей книге «Охота. Я и военные преступники» прямо обвинила одного из основателей врачей из границ Бернара Кушнера в противодействии расследованию этих преступлений. Впрочем, официально врачи без границ говорят, что мы раздаем просто наборы для лечения раненых, внедряем телемедицину и спасаем украинцев. Ну, как спасают украинцев, понимаете, дело в чем? У тварей, у них отношение к украинцам, к русским одинаковое. Они кайфуют, когда мы друг друга уничтожаем. И чем быстрее эта бойня закончится, тем быстрее люди поймут, что с ними делают, тем лучше. А криминальная трансплантология, как от нее защититься? Не попасть в район боевых действий. Не попасть. Вас и заживо поймают с хорошими данными по внутренним органам на территории, где есть эти карательные бригады. Оно же там как, специальное оборудование, надо там сразу, вот если изымается, оно еще должно сердце биться, чтобы его изъять там и так далее. Там целая технология. И это целая отрасль, и там поэтому профессиональные люди работают. Что думаете, они там едут спасать украинцев? Но я очень сомневаюсь в этом. Это вы должны понимать и избегать районов боевых действий. Не брать в руки оружие, не ехать в Украину. Это не нужно. Вот понимаете, тут я, наверное, про героизацию этой всей ситуации отдельно сниму ролик. Это, наверное, вот эти вот криминальные трансплантологи заказывают вот эти ролики про героические подвиги солдат, чтобы у неокрепших душ возникало желание туда поехать и пострелять. Якобы там освобождая русских. Ладно. Это отдельная тема. Еще раз. Верхняя ссылка в описании. Бастион. Смотрите. Ставьте пятерки. Комментируйте. Телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. Классный канал делаю. Уникальный контент. Все для вас. Уже больше 5000 рост в месяц. Потрясающий, фантастический рост в Телеграме. 5000 это очень много. Это и люди, кто будет просматривать мои выпуски, если они им будут интересны и так далее. 100-тысячный Телеграм, я думаю, сделает меня наконец-то политической фигурой. Чтобы я прям, у меня вес в политике был какой-то определенный. Это же классно. Сказал будильник, и уже влияние пошло какое-то. Такая информация, преобразующая материю во что-то более хорошее и доброе. Все. Всем пока.